Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Я заметил, что люди очень часто делают все не так, как надо, все в точности до наоборот. Что я имею в виду? Смотрите, наша жизнь, она неоднородна всегда, и мы всегда живем то черная полоса, то белая полоса, то мы живем лучше, то хуже. И наша зарплата, бывает, что возрастают наши доходы, либо они уменьшаются. И мы всегда думаем, что когда нам хорошо, так же хорошо нам будет всегда. И наоборот, если нам плохо, если у нас жизнь ухудшилась, то мы считаем, что все полный кошмар, что так всегда и будет, все будет отвратительно. Как это выходит на практике? Смотрите, когда нам хорошо, мы считаем, что все будет хорошо, и, ну, например, у нас повысились доходы. Что мы считаем? Мы считаем, во-первых, ну, мы начинаем больше тратить, не так ли? Но, что самое интересное, ну, нам же будет всегда, всегда хорошо, и мы можем тратить, например, если увеличились доходы, например, на 20 тысяч рублей в месяц, то мы можем тратить на 20 тысяч больше, не так ли? А если мы можем тратить на 20 тысяч больше, и все будет так хорошо, то почему бы нам не истратить те деньги, которые мы не только сейчас имеем уже, а 20 тысяч в месяц умножаем на год, получается, сколько? 240 тысяч в месяц, а за 5 лет – миллион двести. И почему бы нам не истратить вот этот весь миллион двести прямо сейчас? То есть взять в кредит квартиру, а что нам стоит? У нас же все хорошо, и будет все хорошо так же, как и было. Вот, как вы считаете, есть такой момент или нет? И наоборот, когда у нас плохо, то мы считаем, что все полный кошмар, будет плохо, и когда нам плохо, у нас доходы уменьшились, мы понимаем, что может быть еще хуже, и вот в этот-то момент как раз мы начинаем и откладывать на черный день. То есть смотрите, когда хорошо, мы не откладываем, мы тратим все и даже то, что мы не заработали. А когда нам плохо, мы начинаем откладывать на черный день, мы влезаем в долги, ну, потому что нам просто не на что жить. А надо же, в точности, наоборот, смотрите, нам хорошо, мы часть из того, что мы зарабатываем, откладываем на черный день, а когда нам плохо, мы можем воспользоваться этим запасом. И таким образом у нас стабильность. То есть когда все тратят, ну, мы тратим поменьше, да, может быть, мы живем чуть хуже, но зато когда все ужимаются, когда все экономят каждую копеечку, то нам хорошо, потому что у нас, ну, по крайней мере, есть на что жить. И именно так и надо, я считаю, делать. Именно к этому я и призываю. Но сейчас я хочу попросить вас, чтобы вы написали в комментариях, вот, согласны вы со мной или нет, и какие глупости вы делаете, ну, а пока, ну, или ваши знакомые, а пока вы думаете над этим, написать или не написать, я вам расскажу о тех глупостях, которые совершал я сам. То есть я все делал, вот, в точности, как не надо делать. Смотрите, я долгое время жил, ну, там, при социализме, там все жили бедно, и я был студент, я из сельской местности приехал в город. Понятно, что, сказать, там я мечтал о квартире, мечтал о машине и так далее, но это только мечты, откуда деньги могли взяться. И вот, значит, начало 90-х, квартиру я тогда, ну, я уже получил квартиру, скажем так, я ее строил, там, да, были, но я не затратил тогда еще, квартиры не покупались, не продавались, их просто давали там на предприятие. Я ухитрился получить квартиру, двухкомнатную у меня была квартира. И я решил уйти в бизнес, как только было возможно, с начала 90-х. И тут же мои доходы взлетели. Что первым делом я сделал? Первым делом я решил купить машину. Это была иномарка Ford Escort. Ну, он бэушный был, значит, там, короче, он взорвался на второй день, двигатель взорвался. Ну, так получилось. Вот, ничего страшного, денег было много. Мы вскоре, через полгода уже поехали, полетели в Париж, там купили, значит, одну машину с моим компаньоном. И в Роттердаме я, фактически, не имея никакого опыта вождения, покупаю себе восьмерку. Я решил так, что если я доеду живой до Родины, то, в общем, я буду уже уметь водить машину. Вот такие отчаянные мы были. Ну, что случилось? Я доехал вполне живой, без аварий, и я уже действительно умел хорошо водить машину, потому что я проехал Голландию, Германию, Польшу, вот сказать, Белоруссию и так далее. То есть я уже умел ездить, так сказать, ну, как бы неплохо. Ничего страшного не происходило. Почему? Потому что, ну, во-первых, доходы были огромные, а во-вторых, это позволяло нам на те деньги, которые мы зарабатываем, тратить их. То есть мы купили машину, потом, значит, мы улучшили свои жилищные условия. Я из двушки переехал в трехкомнатную квартиру. Мой компаньон тоже там разменял однушку на, или там двушку на две однушки. То есть, короче говоря, тоже улучшил свои условия. Потом мы еще ездили, но деньги-то идут, все хорошо. Что дальше произошло? Дальше, ребята, о чем еще можно мечтать? Машина есть, квартира есть, там две даже машины было, так сказать, еще и на жену, через год привез машину. О чем еще мечтать? Что дальше? Домик у моря. Вот, какое должно быть море? Не Охотское, не Белое море. И даже не Черное. Средиземное море, понятно. Значит, мы летим в Испанию. И по полной, значит, покупаем там квартиру. Но понятно, что, как я уже говорил в начале, кредит. Мы взяли кредит. Мы взяли эту квартиру в ипотеку. Значит, там, в Испании. Что произошло позже? Ну, все достаточно предсказуемо. Началась черная полоса в нашей жизни. Бизнес накрылся. Вот, что осталось после бизнеса? Ну, машины остались, квартиры остались. Остался кредит. И он был валютный. Ребята, это было очень жестко. Заплатить невозможно. Нечем денег нет. Я просто вот очень долго пытался это заплатить. Очень-очень долго. Я влезал в долги. Я знаю, как это тяжело. Вот. Ну, чем кончилось? Тем, что года через там три или четыре мы приехали в Испанию. Свой этот дом. Долги. Я был очень грустный. Там было отключено электричество. Я долго звонил в компанию Ибердрола. Это хуже, чем наш Газпром. Потому что это монополист. Он заведует и электричеством, и газоснабжением. Вот. И я никак не мог добиться испанского электрика. Его звали Хуан. Мне сказали, Хуан придет. Ну, Хуан никак не мог прийти. И я такой сижу на ступеньках своей квартиры. Такой грустный, жарко. А электричества нет. Помыться. Ну, так сказать, да, газ есть. Но электричества-то нет. Вот. Ну, тяжело. И, короче говоря, я такой грустный сижу. И приходит ко мне такой красивый, как бог. Значит, мачо такой. Ну, Энрике Иглесиас, короче говоря. Вот. Прямо вот в чистом виде. Вот такой вот красавец. Мужчина. И я на него смотрю и говорю, эстаус-то это электриста? Он говорит, но эста и хуисио. И дает мне бумаги. Хуисио – это юрист, если что. Вот. Я говорю, кей эсэста? Он говорит, фирма Аки, подпиши здесь. Дает такую внушительную пачку бумаг. Я говорю, что это? А он говорит, это решение суда о том, что ваша квартира уже не ваша. Вот. Вот чем кончилось вот это вот дело. У меня отобрали квартиру, которую я приобрел в кредит. Вот так бывает. Не надо делать глупости. И с тех пор я понял, что, в общем, кредит – это нехорошо. Больше я кредиты, конечно, такие не брал. Я брал кредит только на год, потому что не надо рассчитывать на то, что будет все время хорошо. Теперь дальше, что я хочу сказать, что в жизни у нас всегда, ну вот есть такие, как бы, белые-черные полосы. Да, я предприниматель. У меня это вот так вот, то белое-черное, то белое-черное. И это очень здорово стимулирует, с одной стороны. Но, с другой стороны, большинство людей, я думаю, что и вы тоже живете, вот большинство людей живут как? Они считают, что нужна стабильность. И люди ищут стабильный заработок. И люди ищут, чтобы зарплата была побольше, побольше, побольше. Да, вот, ну она все равно маленькая. Никто не даст вам, ни один дядя, если вы не зарабатываете самостоятельно в бизнесе, никто не даст вам зарплату, ну сильно выше, чем на рынке труда. Потому что, ну, нафиг нужно. Можно нанять другого человека. Я сам был работодателем. Я-то знаю, сказать, что не надо переплачивать людям. Так вот, друзья мои, мы всегда думаем, что наша зарплата, она вечно. Это не так. Она не вечно. Вы можете поругаться с начальником. Если вы работаете в частной компании, она может разориться. Вас могут сократить. Все, что угодно может произойти. И у вас будет черная полоса. И если вы не откладывали деньги вот на эту черную полосу, то однозначно все накроется. И будет очень плохо. И еще я могу сказать, что черная полоса будет абсолютно у всех, когда у нас мы просто можем, ну, не сможем просто физически больше работать. Это, ну, скажем, пенсионный возраст. На это тоже надо накапливать деньги. То есть, вот, если посмотреть по-большому, издалека на нашу жизнь, то, да, то же самое можно применить. И то же самое можно применить к инвестициям. Смотрите. Ну, например, скажем, Сбербанк растет. И все говорят, слушай, посмотри, как он вырос. Он вырос в полтора раза. Его надо покупать, потому что он растет. Ну, ребята, он уже вырос. Это значит, что, скорее всего, надо, наоборот, продавать. А люди, ну, как, они же говорят, что, смотрите, если он растет, значит, он будет и дальше расти. Потому что, если хорошо, то дальше будет хорошо. Не будет хорошо дальше. Дальше будет черная полоса. В инвестициях то же самое абсолютно. Посмотрите, вот, то, что я говорил в предыдущем видео. Акции Аэрофлота. Я, так сказать, они падают, 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 падают. Ну, друзья мои, я считаю, что их пора брать, потому что, ну, они должны, они должны вырасти. И смотрите, какая привлекательная цена. 100, а стоил 200. Они упали в два раза. Ну, если они вырастут до хотя бы 140 рублей за акцию, это уже хорошо. Я прямо вот каждый день вижу поведение людей, которые продиктованы вот этими вот соображениями. Биткоин, вспомните, говорят, ух ты, биткоин, посмотрите, как он летит. Он взлетел уже там до, значит, сначала с нуля он взлетел до 2000 долларов, потом до 3, до 5, до 6, до 7, до 8. И тут понеслась горячка. Надо брать биткоин, он уже стоит 8 тысяч долларов, потом 9 тысяч долларов, 10 тысяч долларов, 14 тысяч долларов. Вот тут многие уже не выдерживают. Я говорю, слушайте, ребята, не стоит. Я, помните, говорил об этом. Вот. Они говорят, да ты что. Вот. Один из моих зрителей, он просто пошел, он открыл брокерский счет, он положил туда больше миллиона рублей. Так вот он побежал, и когда биткоин стоил 14 с половиной тысяч долларов, он снял все и вложил все в биткоин. Вот. Это было где-то в середине октября 2017 года, по-моему, да? Ну, вы знаете, сколько стоит сейчас биткоин. Вот. Мораль какая. Когда все хорошо, откладывайте денежки. Когда все хорошо, выводите часть дохода и откладывайте в надежное куда-то местечко, в активы. Когда все плохо, вы сможете залезть в эту тумбочку и воспользоваться этим. А когда все плохо, вы, так сказать, у вас есть запасик. Посмотрите. Ну, блин, посмотрите, в природе мыши так делают. Они на зиму запасают какие-то зернышки. Белочки так делают. Я тут как-то... У меня лес рядом, повалилась береза, я под березой обнаружил ведро орехов. Понимаете? Ну, животные так делают. Все так делают, а мы почему так не делаем, друзья мои? А мы почему так не делаем? Напишите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу, какие глупости вы совершали. И согласны ли вы со мной в том, что когда хорошо, надо как раз откладывать, а когда плохо, ну, если мы не можем откладывать, то не можем. Но на пенсию уж точно надо откладывать и создавать источники пассивного дохода. И вы видели, вот в одном из прошлых видео я показал эффект, который получается, где ипотека наоборот, что если мы начинаем откладывать, то буквально через 10 лет у нас создастся пассивный доход, на который можно запросто уже жить и вообще не заботиться о работе. Поэтому, друзья мои, я очень хочу, чтобы вы поделились вот этим видео со своими знакомыми, которые совершают глупости в жизни, потому что, ну, это важно. Потому что, ну, вот я после того, как насовершал кучу глупостей, я в 45 лет мне было, когда я начал инвестировать, сейчас у меня уже есть пассивный доход. Ну, где-то, ну, там, на 60 тысяч рублей где-то есть пассивного дохода. Но эти деньги, согласитесь, уже как-то можно прожить. И я рассказываю об этом всем, друзья мои. Оставайтесь на моем канале, я рассказываю, как создать источники пассивного дохода. И давайте вместе уже делать это. До встречи. С вами был Демитков Юрий. Спасибо.